Всем привет! Сегодня я вам покажу все, что я успел сделать за этот длительный промежуток времени. Правда, делается у нас все очень медленно, потому что времени нет. Погода у нас ужасная, почти каждый день идут дожди. В общем, сейчас сами все увидите. И вот так каждый день. Все затопило. Лесенка на втором этаже у нас будет вот здесь. Сейчас пока временно у нас здесь рукоход, потому что времени у нас было мало. Поэтому второй этаж закрыли. Потом здесь вот так вот все у нас уберется. И вот здесь будет лесенка у нас вот так. Вот второй этаж. Как видим, здесь у нас будет лесенка. все это потом уберется потолок подшил здесь будет две спальни детских красят одно окошко второе окошко классно мансарду у нас будет где-то вот здесь примерно это вот временный лаз сделанный потому что через окошко мы подаем брус доски мансарду скорее всего утеплять не будем она будет холодная просто этими досками подошьем и все ставим как есть места в принципе хватает достаточно а тут будет можно сказать летняя комната 50 квадратов примерно с мансарда очень классно наблюдать когда идет дождь ураган какой-то как раз все видно у кого крыши летают у кого что видите какая погода ужасно постоянно льет дождь у нас каждый день делать нас ничего не получается пока между первым и вторым этажом я положил базальтовую изоляцию 50 плотности 20 сантиметров думал что будет очень хорошая звукоизоляция на самом деле и и почти никакой нету то есть сейчас вот там ребенок у меня проснулся я в принципе слышу даже не совсем разборчиво но слышу как говорит маленький ребенок на первом этаже сейчас даже слышно как работает телевизор по ходу ребенок там смотрят мультики думал что конечно будет лучше звукоизоляция по поводу утепления 20 сантиметров в принципе он справляется но не так опять же хорошо так как надеешься на это на все про все на базальтовую изоляцию потратил 32 тысячи рублей от качества честно говоря я не совсем доволен конечно нам стремиться более экологичным материалом так как экология у нас очень сильно страдает вода ужасная воздух ужасный материалы еще добавляет нам сюда проблем потом люди начинают болеть и удивляться откуда у них берутся проблемы болезни допустим вы утеплили стены утеплили пол утеплили потолок поставили пластиковые окошки все стены измазали грунтовкой потом все штукатурили отшпаклевали нанесли очень много клея приклеили обои натянули натяжной потолок бросили какой-нибудь еще ламинат 33 класса высокой плотности еще 12 миллиметров все материалы конечно имеют норму определенную которая у нас допускается но опять же смотрите вы привезли сюда утеплитель норма вы сюда привезли ламинат норма вы наклеили обои норма вы наложили сюда штукатурки норма грунтовки норма затянули все это дело потолком натяжным чтобы это все никуда не выходило и вот у вас уже получается нифига не норма у вас уже будут небольшие превышения конечно построить экологически чистый дом очень очень сложно потому что все равно везде есть всякие примеси даже вот если допустим брать дерево то там и то септики всякие используются пропитки и прочая прочая херня вот но это опять же все это минимизировано будет также мы начали делать канализацию из-за того что у нас очень сильно идут дожди грунтовая вода стоит где-то на метр шестьдесят метр семьдесят у нас вот экскаватор начал копать и на метр шестьдесят примерно или шестьдесят пять у нас уже стала просачиваться вода вот как видим стоит первый насос второй насос водичка потихоньку уходит вот с той стороны у нас примерно где-то сантиметров десять воды будет чуть побольше потому что тут копнули чуть побольше но это все заровняется за счет вот этого грунта и сейчас все выкачаем положим арматуру и зальем плиту сантиметров двадцать двадцать пять четырехсотой маркой потом уже будем ставить опалубку и опалубку будем по грунту заливать низ мы залили сейчас остается сделать опалубку как только будет погода получше сразу займемся и привезем арматуру все забетонируем вот что у нас получилось из-за того что идут дожди сейчас где-то примерно сантиметра три воды уже вот мы ее закрывали вода откачивается без проблем в принципе но это вода уже вот от дождя потому что ее не было здесь вот она арматура остается только переплести ее перевязать опалубку кинуть и все и залить ее по грунту видео будет выходить очень редко потому что времени мало денег не хватает поэтому как то так если хотите подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока